Уже сегодня тюменцы заговорят на языке танца. Все виды хореографии, от классики до уличного танца, представят на суд жюри лучшие танцевальные коллективы со всей России. С 9 по 12 декабря в спортивном комплексе Зочи пройдет первый межрегиональный фестиваль хореографических спектаклей «Без слов». Подробности мероприятия узнаем у организаторов Александры Балецкой и Виктории Завородчевой. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот мы сказали о том, что один из лозунгов фестиваля «Быть услышанным без слов». Скажите, пожалуйста, а как вообще зародилась такая идея? На данный момент, как мы знаем, у нас в Тюмени очень много танцевальных коллективов, и большинство из них уже говорит большими формами. И мало пятиминутных номеров, чтобы рассказать то, что у них наболело, то, о чем они хотят поведать своему зрителю. На данный момент мы понимаем, что фестиваль – это как раз та возможность, то мероприятие, где коллективы со всей России, в частности с Тюменского региона, смогут показать себя и рассказать зрителям то, о чем у них наболело. К нам приедут коллективы со всего Урфо. Это Курган, это Тюмень, в частности, три тюменских коллектива. Это Перми. Это такие также приглашенные гости из Казани и Москвы, которые выступят именно сегодня вечером. География фестиваля обширна, мы уже поняли, но сколько коллективов всего заявились? Коллективов всего очень много на самом деле. И коллективы приехали к нам с Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Омска, да, как сказала Виктория. И с городов приехало по несколько коллективов. Мы не могли набрать большое количество того, что фестиваль хореографических спектаклей, то есть у нас хронометраж от 15 до 60 минут, поэтому здесь 14 спектаклей, это очень много для Тюмени. Очень много. За три дня Тюмень может посмотреть очень много, очень много сильных профессиональных хореографических работ, и я очень горда, что регион откликнулся на нас, регион захотел, регион нас поддержал, и в том числе столицы, которые жюри, мы скажем о них позже, и гости из Москвы, которые совершенно на амбициях предложили, сами к нам приехайте сказать, давайте, мы сносим у вас на открытие. Вы говорите, хореографический спектакль. 14-15 минут. Это танец, в основе которого обязательно должна быть некая драматургия. При этом танцоры выступают в неком образе. Скажите, пожалуйста, а вот тюменскому зрителю уже знаком подобный жанр? Да, тюменский зритель давно уже, можно сказать, воспитывается в жанре театра танца. Просто это были такие небольшие точечные моменты, да, спектакли где-то раз в год, показаны не репертуарно, и немножко спасибо экспериментальной сцене театра «Микри», которая поддерживает нас, и в том числе меня, которую я могу выставляться в драмтеатре. Ну, на протяжении, наверное, уже лет, ну, десяти точно мы пытаемся что-то сделать, и вот, 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 что сошло. Что сложнее, что сложнее, танцевать драму или комедию? По мне, по мне, как все-таки хореографы-балетмейстеры, как артистки тоже, сложнее танцевать комедию. Все-таки рассмешить зрителя намного сложнее, чем заставить плакать, или там, страдать, не знаю. Ну, и в двух словах, вот, о жюри, да, кто эти люди, и, ну, а, может быть, в каких-то мастер-классах, еще каких-то мероприятиях, которые в рамках фестиваля будут проходить? Да, программа у нас очень насыщенная, и по поводу жюри, да, это три человека с разных городов. Елизавета Тарабанова, Санкт-Петербург, закончила Академию русского балета имени Вагановой, профессионал современного танца в нашей стране. Александр Гурвич, заведующий кафедрой современного танца из города Екатеринбурга, тоже, я считаю, его мастером своего дела. И Полина Карабчикова, которая должна представить обязательно жюри из Тюмени, которая совершенно компетентна в танцевальном театре, потому что она участвовала и в моих спектаклях, как актриса хоть, но все равно она в среде, моя коллега, поэтому я считаю, что это будет очень интересно для нее, опыт поработать в хореографической среде, дать мастер-класс, который она дает. Но она не только актер, но и режиссер, конечно. Конечно, конечно, вот. И то есть она не хореограф, и это будет такая другая точка зрения для дискуссии среди жюри. Мастер-классы у нас, да, каждый член жюри дает мастер-класс. Гуревич Александр дает по технике современного танца для взрослых, Елизавета Натарабанова дает для руководителей детских коллективов, потому что фестиваль у нас, да, и детский, детский хореографический спектакль, три у нас заявилась. И по детскому танцу дает Натарабанова, и Полина дает по актерскому мастерству. Пластикой пантомин, актерский мастер. Чуть много, конечно, заявлено. Надеемся, что все сможете воплотить, осуществить и поделиться опытом, в принципе.